Дорогие коллеги, студенты, позвольте мне представить лекцию «Роль учёных в становлении Кыргызстана». Наука – явление по своей сути всемирное, интернациональное, её достижения воздействуют на развитие всего человечества. Наука трансформировалась в главную силу, движущую общество по пути экономического, социального и культурного прогресса. Вместе с тем, нельзя не видеть, что наука возникла и развивалась преимущественно в рамках национальных государств. Если обратиться к истории современной кыргызской науки, то мы знаем, что человек уже с древнейших времен задавался вопросами о том, из чего всё произошло, как возникла жизнь, как объяснить смерть и там прочее. Ответы на эти и другие вопросы он искал и находил в повседневной жизни. Кыргызы, как и другие народы мира, имели свой свод знаний о закономерностях природы, о небесных телах, о первоначале мироздания. Повседневный опыт научил их лечить разные болезни людей и животных. Эти знания, передаваясь из поколения в поколение, накапливались веками безымянными учёными, главным образом народа. Накопленные практические знания в течение всех историй кыргызского этноса послужили фундаментом современных научных знаний, таких, как и они есть сейчас. Конечно, уровень современной науки Кыргызстана непосредственно связан с социально-экономическими и политическими процессами советской эпохи. Именно данная эпоха подняла кыргызскую науку на нынешнюю высоту, которую представляет плеяда учёных, многие из которых внесли огромный вклад в развитие страны. Не годы, а целые тысячелетия прошли до того времени, когда древние семиреченские племена изобрели свою первую письменность. Письмо как атрибут цивилизационного развития древних кочевников Центральной Азии восходит к III веку до нашей еры. К сожалению, эта письменность, образцы, которые были найдены на раскопках из Сыгского кургана близ Алматы, до сих пор не дешифрированы. То, что племена северной части Семеречи обитали на территории Кыргызстана, известно исторической науке. Другим крупным событием в истории развития научных знаний следует отметить появление и распространение алфавитных систем в Центральной и Внутренней Азии. Развивался и кыргызский вариант данного письма. Кыргызы, восстановившие своё государство над Энисеем в IV-X веках до нашей еры, были причастны к разработке особого варианта архонно-энисейской письменной культуры. Представители энисейских кыргызов оставили богатый свод эпиграфических памятников в районе Саяна-Алтая в XII веках. Таким образом, кыргызы стали этносом, который продолжительно пользовался данным письмом по сравнению с соседними тюркскими народами. Одним из выдающихся эпиграфических наследий кыргызов является Суджинский памятник, который был открыт в 1990 году и издан в 1913 году Рамстентом, затем переиздан Маловым и турецким учёным Орхуном. Следующий этап развития научных знаний народов Кыргызстана связан с мусульманским Востоком. Ещё в IX веке появились первые мечети в некоторых городах Кыргызстана. С объявлением ислама в качестве государственной идеологии Каракандинского каганата в 1960 году территория нынешнего Кыргызстана полностью была включена в тот особый мир, который в науке условно называется мусульманским ренессансом. Особую лепту в него внесли представители народов Центральной Азии, среди них великий философ Аль-Фараби, математик Аль-Харизми, медик Ибн Сина, математик и астроном Аль-Беруни. Предки кыргызстанцев Юсуф Аль-Баласагуни, поэт, дидактик и мыслитель, учёный из Баласагуна, город близ современного Токмака, а также Махмуд Аль-Кашгара Аль-Барскани, выходец из города на побережье Иссыкуля, были двумя яркими звёздами на небосклоне научной мысли Кыргызстана-Карахандинского периода. Юсуф Аль-Баласагуни родился около 1015-1018 годах в удельной столице. Этот город был знаменит как центр науки, культуры своего времени. Городище Бурана, юго-западнее современного города Токмак, является культурным очагом караханидов. В Баласагуни были основаны крупные учебные заведения, медресе. Их можно считать университетами той эпохи. В них изучали не только религиозные дисциплины, по главным образом предмет по философии, естественным наукам. Некоторую информацию можно почерпнуть в самом труде Юсупа Баласагуни, поэме «Кутак дубелим» «Благодатное знание». Автор упоминает о методах алгебры, об астрономических знаниях и так далее. С мая 2002 года Кыргызский национальный университет носит имя поэта и государственного деятеля Юсупа Баласагуни. Кыргызская наука богата собственной сокровищницей научных знаний о многовековых традициях просветительства кыргызского народа. В XIII-XIV веках были временем существования разных культур и религиозных направлений населения Центральной Азии. Так, на территории Кыргызстана обитали как мусульмане, последователи тенгрианства, шаманизма, так и христиане. Одним из важнейших каналов сохранения многовекового коллективного опыта центрально-азиатских народов были устные творения, вершиной которых являются национальные эпосы. Кыргызский народ аккумулировал свои знания не только в письменности, но и в эпических сказаниях многоплановый эпос Манас, который является поистине весовым кладом кыргызского народа и мировой сокровищницей. Приезд европейских ученых-путешественников в Кыргызстан — это начало его комплексного научного исследования европейцами, исколесившими эту горную страну, связан со второй половиной XIX века. Одним из первых ученых России, который открыл неизведанные ранее стороны кыргызского общества, а также географию, животный и растительный мир, был Чокан Валиханов. Следует также отметить труды Радова, Бертольта, Семенова-Теншенского и Пржевальского. Следует также отметить немецких ученых Шотта, французского ученого Камю, американских ученых Дэвиса, Ханктингтона. Очень важно отметить большой вклад в развитие страны и просветителей. Труды просветителей, безвинно осужденных, репрессированных авторов первых учебников на кыргызском языке заложили прочный фундамент для развития страны Араба и Улуэшеналы, Касым-Тенустанов, Саманчин, Тазабек и многие другие представители кыргызской науки. Послевоенный период для Кыргызстана – это период бурного развития науки и резкого роста научных кадров высшей квалификации докторов наук. Первое крупномасштабное научно-исследовательское учреждение в Кыргызстане было создано во Фрунзе в 1943 году. Это был кыргызский филиал Академии наук СССР. В 1954 году на базе этого филиала была образована Академия наук Кыргызской СССР. В 1992 году после обретения независимости Академия наук Республики указом президента была преобразована в Национальную Академию наук Кыргызской Республики. Академия наук принадлежит большая роль в становлении науки Кыргызстана. Организатором и первым президентом Академии наук был академик Ахунбаев. В последующем президентами избирались академики Харакеев, Адышев, Иманалиев, Акаев, Айтматов, Койчуев, Джейнбаев и многие другие. Первое высшее учебное заведение на территории Кыргызстана было создано в 1931 году во Фрунзе. Это был Кыргызский государственный педагогический институт имени Фрунзе. На базе этого института в 1951 году был организован Кыргызский государственный университет, который был единственным университетом республики до 1992 года. Указом президента Кыргызской республики в 1993 году флагман высшего образования республики получил статус национального университета, а в 2002 году переименован в Кыргызский национальный университет имени Баласагына. Организаторами и первым ректором был академик Джамгерчинов. В последующие годы ректорами были академик Юнус Алиев, Табыш Алиев, Иман Алиев, Отурбаев, Асанов, Токтамушев, Бюрюбаев, Хакеев и другие. Безусловно, большой вклад в развитие Кыргызстана в период независимости внесли ученые. Самостоятельность и влияние страны на международной арене, уровень жизни населения тем выше, чем мощнее ее научный потенциал и чем эффективнее система превращения знаний в передовые технологии, выпуск наукоемкой продукции. В системе документов, определяющей развитие страны, приоритетное значение имеет нацеленное на решение этой задачи концепции развития Кыргызстана. Впервые в истории Кыргызстана был подготовлен документ, четко формулирующий цели, направления, этапы деятельности государства, бизнеса, научных организаций, всего общества в этой ключевой области на длительную перспективу. На мой взгляд, особенно важна эта ориентированность концепции на так называемые большие вызовы времени. Речь идет о комплексе проблем, угроз, а также возможностях, которые будут определять развитие как отдельных стран, так и мира в целом в ближайшие десятилетия. Требуются принципиально новые, нестандартные подходы. И дать их могут только развитие науки, технологии, инновации. Концепция научно-инновационного развития Кыргызстанской республики на период до 2022 года была утверждена постановлением правительства Кыргызстанской республики от 8 февраля 2017 года. Номером 79 утвержден также план мероприятий по реализации концепции научно-инновационного развития Кыргызстанской республики на период до 2022 года. Концепция служит основой для разработки государственной программы инновационного развития экономики на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Она направлена на обеспечение развития экономики за счет заимствования новых технологий, постепенного повышения роли отечественной науки, техники в инновационных процессах. Это в конечном счете должно обеспечить развитие направленного на национальную интеллектуальность и инновационный потенциал повысить эффективность и конкурентноспособность страны. А вот стратегической целью реализации настоящей концепции является повышение вклада науки в технологическую модернизацию реального сектора экономики Кыргызской республики. И это позволит достичь конкурентноспособности, сбалансированной системы научных инноваций, обеспечивающей генерирование и передачи знаний, востребованных для устойчивого социально-экономического развития страны. Сегодня потенциал развития страны измеряется не только полезными скопаемыми, сколько количеством и качеством научных исследований и разработок. В этом плане Кыргызстану есть чем гордиться. Наши ученые уже давно известны за пределами страны. На сегодняшний день в Кыргызстане насчитывается 1072 доктора наук и 4856 кандидатов наук. Я бы хотела отметить следующих современных ученых и академиков, которые, безусловно, носят большой вклад в развитие страны. Это Джумабеков Сабрберг Артиспекович, Катыбаев Салидзин Хадркулович, Абдрахман Молдалиевич Эшиев, Эгенбаев Жангыл Булутханымна, Шамшиев Бақытбек Нуркамбарович, Осман Алиев Кайрат Медербекович, Академик Абдылжан Ахмат Алиев, Лайлокубаеву, Осман Акун Ибраимов, Сыртбай Мусаев, Александр Самуилович Катцев, Джилду Сараззалиева и многие другие. В Кыргызстане насчитывается 73 научных организаций, из которых на долю производственного сектора приходится 35%. В завершении своей лекции я бы хотела сказать, что благополучие страны находится в тесной взаимосвязи с состоянием науки. Без науки управлять современным обществом невозможно. Можно определенно сказать, что наука Кыргызстана вступает в качественно новый этап своего развития. От ее достижений, результатов в огромной степени будет зависеть будущее нашей страны. Спасибо за внимание.